Вот уже неделю Семен Израилевич проходит курс лечения в оздоровительном комплексе Дагомыс. К слову, уже не первый год. Говорит, благодаря такой акции есть возможность пройти обследование на оборудовании, которого нет в поликлиниках. Здесь участник Великой Отечественной войны проверяет состояние своего иммунитета и с помощью биорезонансной терапии доктора корректируют пациенту выявленные нарушения. Семен Израилевич не первый раз может по себе это почувствовать. Улучшаются функциональные возможности, лучше переносит нагрузки, меньше болеет, работоспособность. Задача медперсонала не просто оздоровить, но и обследовать ветеранов. Для этого врачи используют все самые современные методики, в том числе метод капсульной эндоскопии, электромиографию для диагностики неврологических заболеваний, что актуально для пожилых пациентов. Это лечение обязательно включает в себя больниологию. Помимо своей водолечебницы, мы еще наших ветеранов остаравливаем на Мацисте. То есть мы заключили договор и сейчас мы туда направляем наших ветеранов, то есть мы туда их увозим, привозим и сопровождаем. В свои 96 лет Семен Гайсинский не любит жаловаться на здоровье, предпочитает его молча поправлять. У ветерана 8 ранений, в том числе в голову, во время налета на Новороссийск. У каждого ветерана свои, как говорится, огрехи в здоровье. И каждый здесь старается сгладить эти огрехи и получить оздоровление. Полученные здесь процедуры от некоторых аппаратов действенно повышают здоровье продолжительное и даже очень продолжительное время. Здоровым нужно быть, говорит контр-адмирал в отставке, чтобы быть полезным обществу. Семен Израилевич Гайсинский ведет активную патриотическую работу с молодежью. Рассказывает о всех событиях войны, которые видел своими глазами. Но больше предпочитает говорить о победе. И всегда со слезами на глазах. Я буду праздновать этот праздник со всеми жителями города Сочи. Они очень внимательно относятся к ветеранам, особенно участникам Отечества войны, которых осталось, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше. Надеюсь, что и в этом году будет оказано ветеранам внимание, которого они заслуживают. К слову, сочинским ветеранам городская администрация предложила не только оздоровиться в санаториях. Одним силами муниципалитета отремонтировали жилье, к другим прикрепили волонтеров, которые шефствуют над пожилыми героями. Курсы же оздоровления ко дню победы завершат порядка 300 участников Великой Отечественной войны. И все они с новыми силами планируют принять участие в городском параде победы. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.